Добрый вечер! Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости в студии Павел Юнгерштурм. Сегодня в эфире. Жизнь родника, природный источник в Баневурово, благоустраивают по желанию селян. Проект утвержден. Новая 100-рублевая купюра появится в России с конца 2021 года. Сохраним жизнь маме. Бесплатную диагностику рака молочных желез могут пройти жительницы округа. Бабье лето. Солнечную и без осадков погоду в Уссирийске обеспечит антициклон. При поддержке завода новый учебный класс открыли в сельскохозакадемии. Птицы в кадре. Фотоохота на пернатых объединила порядка 50 школьников со всего края. Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Приморье. Непривитых жителей уже в ноябре могут перевести на удаленку или вообще отстранить от работы. Кого затронут такие изменения, подробности рассказал главный государственный санитарный врач края. Мною принято постановление главного государственного санитарного врача по Приморскому краю о проведении обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции определенных категорий лиц. В эту сферу попадают работники здравоохранения, образования, социальной защиты, сферы услуг. Это работники предприятий торговли, общепиты, детских развлекательных центров, детских игровых комнат. Работники жилищно-коммунального хозяйства, предприятий связи, промышленных предприятий, пищевой промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, а также государственные гражданские служащие, муниципальные служащие и работников органов исполнительной власти. Согласно постановлению, до 15 ноября 2021 года необходимо провести вакцинацию первым компонентом прививки. До 15 декабря 2021 года закончить полную вакцинацию. Еще один памятник появится в Уссурийском округе. У природного источника в селе Баневурово установят большую монументальную композицию. Как будет выглядеть будущая достопримечательность и когда строители закончат работы, выясняла Анна Клыга. Этот родник знают все жители Баневурово. Когда в селе не было централизованного водоснабжения, бутылки и канистры наполняли здесь. Но и сейчас место, запрятанное в лесу, не забывают. Мусор явное тому подтверждение. Но совсем скоро жизнь природного источника будет бить ключом. Уже в ноябре родник приведут в порядок, а рядом с ним установят монументальную композицию. Идею благоустроить это место высказали сами жители и подали заявку на участие в конкурсе «Твой проект». Инициативу поддержали более тысячи человек. В итоге на осуществление задумки селян направили 3 миллиона рублей. В центре композиции огромный гранитный валун. Камень весом 18 тонн привезли из Врангеля и уже установили на новое место. Скоро на его сторонах закрепят таблички с портретами исследователей Приморья и важных этапах истории края. Эти части монументальной композиции пока в разработке. На ней будет изображение Невельского и Арсеньева. Будет историческая информация. Жители решили создать такой проект и окунуться больше в историю, как исследователи и переселенцы, кто на наши земли первый зашел. Обрамлять композицию будут деревья и кустарники, высадкой которых как раз заняты озеленители. В списке сирень, рябина, спирея, лютеус, береза, несколько видов хвойных. Говорят, сейчас для посадки самое время, должны прижиться. Эти все растения, которые будем сажать, они не накрываются, как бы из-за морозов не боятся. У нас есть техника, мы будем выкапывать больше яму и засыпать эти ямы землей, чтобы как бы все кусты у нас, конечно, принялись. Что мы за это поручаемся, беремся за это и что мы даем гарантию, что оно будет все живо. На место масштабного благоустройства приехали общественные наблюдатели. Активисты контролируют ход работ многих объектов, в том числе участников конкурса «Твой проект». Алексей Елманов приехал в Боневурово сразу после работы. Удивился масштабом преобразований и отметил важность такого объекта в округе. Дороги важно, все важно, но историю-то тоже нужно сохранять. Потому что сейчас дети много не знают, дети уже не знают, почему улица называется Горького, да, кто такой был, они не знают. Лозо, да нет, памятник Иванову Тимофеевичу Дуракову, они всего за него футаются, кто был, за что был, почему он погиб, за что он погиб, никто не знает об этом. Завершить все работы подрядчик обещает к концу октября. Помимо композиций в Боневурово, в рамках конкурса «Твой проект» в округе уже реконструировали памятник в Борисовке и благоустроили территории около детской школы искусств и дома культуры в Воздвиженке. Новый конкурс «Твой проект» стартует в Приморье с 25 октября. Заявки можно подать на портале инициативного бюджетирования. Анна Клыга, Роман Адонин, Телемикс. Новая 100-рублевая купюра появится в России к концу 2022 года. Об этом заявили в Центробанке. Эскизный проект уже утвержден. Однако потребуется несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили банкоматы под эту банкноту. Ожидается, что в период с 2023 по 2025 годы новые 100-рублевые купюры будут поэтапно поступать в оборот. Полностью обновить российские банкноты планируется к 2025 году, за исключением купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Потому что их дизайн и так недавно сменили. К тому же в 2023 году появятся новые тысячные и пятитысячные. В 2024 – 500-рублевые. А в 2025 – 10 и 50-рублевые купюры. На деньгах разместят изображения городов России, а также различные достопримечательности из страны. Бесплатную маммографию могут пройти жительницы Уссурийска. Акция от всероссийского проекта «Сохраним жизнь маме» стартовала сегодня и продолжится до конца недели. Подробнее расскажет Анастасия Михайлова. В суете привычных будней мы, женщины, часто забываем о самом главном – о своем здоровье. По данным Минздрава России, ежегодно рак молочной железы уносит жизни более 22 тысяч женщин и матерей. А ведь такой цифры можно избежать. Всего лишь вовремя пройти обследование. Всю эту неделю жительницы Уссурийска в возрасте от 40 лет могут пройти бесплатную маммографию. Диагностику проводят сразу в нескольких местах. В передвижном комплексе на Центральной площади с 11 до 19.00 в поликлиниках номер 1 и 2 с 8 утра и до 5 вечера. При себе необходимо иметь паспорт, полис и снилс. Смотрим плотность груди. Эта неделя идет по онкозаболеванию молочных желез. Поэтому, женщины, как видите, сегодня у нас ажиотаж. Снимочки делаем с 11 до 7 каждый день и субботу и воскресенье. УЗИ и маммографии – основные методы лучевой диагностики рака молочной железы. Всероссийский проект «Сохраним жизнь маме» направлен как раз на то, чтобы не только привлечь внимание, но и оказать реальную помощь. Только за последние 6 лет благодаря огласке удалось снизить смертность от страшной болезни до 13%. По данным Минздрава, заболеваемость именно этим недугом лидирует среди онкологии у женщин России. Каждая четвертая пациентка, у которой диагностируют рак груди, моложе 50 лет. Появить болезнь на начальной стадии помогают грамотное самообследование и регулярное посещение врача. То, что под силу каждой женщине. Анастасия Михайлова, Игорь Антонов, Роман Адонин, Телемикс. Авиакомпания «Азур-Эйр» впервые в истории открыла чартерные рейсы из Владивостока в Египет. Из краевой столицы можно переместиться прямиком в Шарм-эль-Шейх. Самолет уже перевез 332 пассажира на побережье Красного моря. Полеты на популярный египетский курорт планируются один раз в две недели. Рейсы будут выполняться на воздушных судах «Боинг-767». Первый вылет из Владивостока запланирован в 3.00 по местному времени. Прибытие в аэропорт Шарм-эль-Шейха в 7.25 по Египту. Продолжительность полета 12 часов 25 минут. Для путешествия пассажирам рекомендуют внимательно изучить правила пересечения границ в условиях пандемии и въезда в страну. Уточнить актуальный режим ограничений можно у туроператора или авиакомпании. Месячник по благоустройству проходит в Уссурийске. Ежегодно он выпадает на сентябрь или октябрь, когда территорию готовят к предстоящим холодам. Какого числа выходить на общегородской субботник и какие территории убирать – ответы на эти вопросы смотрите в рубрике «Коммунальный ликбез». Месячник по благоустройству стартовал в Уссурийске 1 октября, а на 22 число намечен общегородской субботник. Должны ли участников обеспечить инвентарем и как идет распределение мест для очистки? Что касаемо управляющих компаний, то они должны как бы сами предоставить жителям инвентарь, по ихним обращениям, взять организацию на себя. Об этом, но это прописано в постановлении администрации о проведении субботника, месячника, по благоустройству и наведении сентябряного порядка. Касаемо организации, это тоже ихняя забота. Они сами должны обеспечить себя, вывести мусор после окончания субботника. Что касаемо волонтеров, это как бы отдельная категория, они все-таки убирают территории неразграниченные, поэтому мы им помогаем в этом плане, чем инвентарем. Выделяем пакеты, перчатки, лопаты, метлы и тому подобное. Все, что у нас есть. И мусор вывозим после окончания за свой счет. Парки, скверы, они убираются согласно графику за счет подрядных организаций, поэтому там смысла нет особенно. Наводить порядки они и так наводятся. И территория тротуара, там все эти городские скверы, они все как бы у нас учтены, закреплены и убираются согласно контрактов действующих. Еще отдельную категорию хочу упомянуть, это гаражные кооперативы. Потому что там бывает у них на прилегающих территориях большое скопление мусора, это такая проблема. Чтобы они более или менее сознательно откликнулись на эту инициативу и навели у себя порядок, какой там должен быть. Общегородской субботник объявлен 22 октября. Большая просьба горожанам быть в этом плане более инициативными. Проявить там сознательность. Впереди вас ждет короткая реклама, не переключайтесь, вскоре вы увидите. Бабье лето. Солнечную и без осадков погоду в Уссирийске обеспечит антициклон. При поддержке завода новый учебный класс открыли в сельсхозакадемии. Птицы в кадре. Фотоохота на пернатых объединила порядка 50 школьников со всего края. Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости. Продолжаем. Солнечную и без осадков погоду обеспечит антициклон, который будет господствовать в крае вплоть до середины недели. В Приморье продолжится Бабье лето. У Сирийски вплоть до среды столбик термометра покажет плюс 17. Ветер северо-западный умеренный. В дальнейшем влияние циклона на погоду региона постепенно прекратится. Атмосферное давление начнет расти. В четверг синоптики прогнозируют осадки, похолодает. Понижение температуры продолжится вплоть до воскресенья. В последний день недели столбик термометра опустится до 9 градусов. Распогодится уже в пятницу. А выходные метеорологи прогнозируют солнечными. Новый учебный класс открыли в сельсхозакадемии. Аудиторию оборудовали при поддержке Минского тракторного завода. Что изменится в подготовке уссурийских студентов, знает Марина Роман. Новый учебный класс появился на базе Инженерно-технологического института сельскохозяйственной академии. Отдельную большую аудиторию открыли при поддержке Республики Беларусь. На все работы ушло чуть меньше года. И теперь все, что касается техники Минского тракторного завода, уссурийские студенты будут осваивать именно здесь. Это не вся техника. Техника будет наполняться диагностическим оборудованием. Здесь ребята будут изучать устройство, конструкцию технического обслуживания, эксплуатацию, ремонт техники Минского тракторного завода. Специализированный класс – пример взаимодействия образовательного учреждения и компаний-производителя техники. Участники проекта уверены, что результат этой работы повысит качество подготовки инженерных кадров. В торжественной встрече приняли участие преподаватели и студенты академии. А почетными гостями стали министр промышленности и торговли Приморского края, представители Минского тракторного завода и заместитель министра промышленности Республики Беларусь. Все встречи проходят на очень высоком уровне, в очень хорошей атмосфере теплой. И это позволяет найти много новых сторон соприкосновения между нашими государствами, между нашими людьми, для того, чтобы найти больше проектов, взаимовыгодных проектов в нашем развитии. Учебный класс оснащен современной сельскохозяйственной техникой, демонстрационными стендами, а также узлами, агрегатами и тренажером-симулятором. После получения необходимых знаний и навыков студенты смогут проходить производственную практику в Белоруссии. А наших преподавателей ждут на семинары на базе Минского тракторного завода. Марина Роман, Игорь Антонов, Телемикс. Евразийский учет птиц прошел по всей России. Уссурийск присоединился к международным соревнованиям. Фотоохота на пернатых объединила порядка 50 школьников из Арсеньева, Анучина, любителей из Владивостока и нашего округа. Кого удалось поймать на объектив камеры, расскажет Марина Роман. Анастасия Попкова, восьмиклассница из Арсеньева, приехала на фотоохоту в Уссурийский округ. Цель – зафиксировать как можно больше пернатых. Уже в третий раз школьница принимает участие в сезонном учете птиц. Этот еще и приурочили к ежегодному евразийскому. Насте такое занятие всегда приносит новые знания. О новых видах птиц, как они прячутся, как летают, ну вообще, что их очень сложно найти на самом деле. Вроде, когда гуляешь, они везде, а когда тебе их именно нужно найти, очень сложно. Ну, мы часто выезжаем на все встречи, экофесты и учет птиц. Ребята с удовольствием едут, путешествуют, фотографируют. Мы для себя, даже как педагоги, очень много новых птиц узнаем, что они у нас в Приморском крае все-таки имеются. Очень интересное мероприятие, нам очень нравится. Десять команд, 50 человек поучаствовать приехали школьники из Арсеньева, Анучина, присоединились и сборные группы просто любителей из Владивостока. Весной местом для переучета птиц выбрали парк «Зеленый остров». Осенью решили поохотиться с камерами в лесу и у реки в окрестностях села Каменушки. Сейчас, в общем-то, птиц достаточно много, идет миграция, и птиц, в общем-то, хватает. Тут и сойки, и желтогорлые овсянки, и синихвостки, и вьюрки. В общем, птиц много, главное, вот их, значит, аккуратненько сфотографировать. Полсотни видов можно встретить в это время в окрестностях Каменушки. К нам в объектив попались два дятла – малый пестрый и белоспинный. А участники общеевропейского учета птиц по всей стране сфотографировали более десятка необычных и редких пернатых. Большую белую цаплю, чибиса, японского баклана, орлана-белохвоста, дальневосточного аиста и других. За два дня в нашей стране удалось зафиксировать почти 192 тысячи особей. Это восьмое место среди 36 стран Евразии. Приморье вошло в число четырех регионов, где провели соревнования между школами. В итоге мы на третьем месте по количеству участников, а это почти 400 человек. Марина Роман, Игорь Антонов, Телемикс. На календаре 11 октября осень уже вступила в свои права. Уссурийцы надевают теплые вещи и наслаждаются ярким временем года. Предлагаем вместе с нами полюбоваться живописной природой в окрестностях нашего города. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На этом наш выпуск завершен. Напоминаю, что все материалы вы также можете увидеть на сайте телемикс.тв или в профиле сети Инстаграм. В студии работал Павел Юнгерштурм. А в 21.00 смотрите на нашем канале финал личного чемпионата по спидвею. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok